МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Закончил. А кто хочет получить биометрический паспорт? Ну, люди, которые относятся к первым категориям, только паспорта дают не всем. И не потому, что не пропускают, не хватает мощностей. О паспортных очередях поговорим прямо сейчас. У нас в гостях Алена Погребняк, начальник миграционной службы в Одесской области. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу показаться грубым человеком, однако мои знакомые два с половиной месяца назад по моему совету оформили себе, сдали документы на оформление биометрического паспорта два с половиной месяца назад. Что касается меня, я получил за три недели вообще очереди. Неужели настолько сейчас все плохо, что у них даже и не обещан еще возврат документов? Смотрите, по поводу сроков. На сегодняшний день паспорта, как были двух категорий, так и остались в обычном порядке срочные. Но они не выдерживаются. Но сроки не выдерживаются ни в одной, ни во второй категории. Паспорта в обычном режиме сейчас доставляются в среднем за три месяца от момента подачи, а в срочном режиме за полтора месяца. С чем связана такая задержка? Связана с тем, что полиграф-комбинат Украина не справляется с мощностями. Только сейчас закуплена дополнительно производится закупка оборудования. Оно начнет уже работать, как нам сообщают, в январе-феврале. Очередь будет разбираться. То есть в среднем полиграф-комбинат в день печатает около 10 тысяч паспортов, а Украина принимает 24 тысячи паспортов заявок от граждан Украины ежедневно. И, соответственно, не был расчет на то, что эта услуга будет настолько востребована. Потому что, когда стартовал безвиз... Простите, а у кого же не было расчета? Все понимали, что только объявят безвиз, сразу же люди ринутся за паспорта. Не ожидали, что такое количество... Я ожидала, что безвиз будет. Вы понимаете, всегда есть средний просчет, например, по странам Европы. Какое процентное количество имеет людей за грандпаспорта? То количество, которое имели за грандпаспорта в Украине до открытия безвиза. То есть при необходимости люди все равно оформляли визы, путешествовали и ездили. То есть где-то в среднем около 30% населения, как правило, имеют за грандпаспорт. Это касается и европейских стран тоже. Вот, например, возьму пример Польши. То есть в среднем не рассчитывалось, что практически по Украине такое количество перерастет, оно будет к 50% и выше. То есть на сегодняшний момент оформляют паспорта те категории граждан, которые никогда в жизни никуда не выезжали за рубеж. И, возможно, и не поедут. Но сам факт, я хочу, чтобы у меня был биометрический паспорт. Безусловно. Поэтому, видимо, полиграф-комбинат не рассчитывал на то, что в таком режиме именно настолько будет такой скачок. Мне сложно судить о действиях полиграф-комбината, потому что мы, в свою очередь, на месте обеспечиваем прием. У нас нет записи на полгода, как в прессе проскакивало. То есть у нас запись идет в течение на ближайший месяц-40 дней. И, в принципе... Подождите, ну вот у нас в студии была директор профильного департамента Евгения Абрамова, которая говорила о том, что у них запись на апрель у людей. Да, это их запись. Это не миграционные службы. Какую услугу оказывает СНАП? Да-да-да, давайте разберемся, в чем разница. Согласно законам, согласно изменившегося законодательства, Центром на дань административных послуг дали возможность приобрести оборудование и принимать документы для миграционной службы. То есть они посредник. Я правильно понимаю? Они дополнительное окно сервиса, скажем так. То есть такое же дополнительное окно сервиса, есть ДП-документ. Но там стоимость, если в СНАПе такая же, как в миграционной службе, то там на 400 гривен больше. В конце дня анкеты, что ДП-документы, что принятые через СНАП, точно так же приходят в миграционную службу, и мы их обрабатываем. То есть СНАП – самостоятельная единица. Они сами себе регулируют очередь. Это их правила работы, на которые миграционная служба, на их внутренний распорядок ни в коем случае, никаким образом не влияет. Как же получается, что в СНАПе очередь до апреля уже занята, а у вас в миграционной службе можно прийти и оформить? Вы знаете, право каждого человека. Точно так же, как у нас, очень многие удивляются, кто записывается через интернет миграционную. Извините, какие у людей решают лишние 400 гривен, потратив ДП-документ. Но однако же каждая категория находит это. То есть и ДП-документ тоже очень многим нужен. Ускоренные максимально полтора месяца. Но не получили люди до сих пор. Они сделали в обычном режиме. Я уверена, что если у них 2,5 месяца, то это в обычном режиме. То есть они не обращают... Мои знакомые, здесь в пору нет, они подали в обычный режим месяц. Люди, которые подавались с ними вместе по ускоренной системе, вместе с ними встретились... Правда, я не могу сказать точно где, я слабо в этом ориентируюсь. И плакали крокодиловыми слезами, что 2,5 месяца не могут получить документы. Нет, у нас таких просрочек. Единственное, что есть те категории, которые Луганск, Донецк, те люди, которые переселенцы Крыма, у которых ранее не было паспортов, но это редкие категории, по которым, если не было паспорта ранее оформленного за ГРАН, то есть нам приходится дополнительно истерировать большое количество документов, и там процедура растягивается дольше. Но я думаю, что, скорее всего, люди со сроками немного путают. Максимально полтора месяца на сегодняшний момент. Читала много жалоб на работу как раз сервисной службы, запись через интернет. Да. Есть ли такая проблема? Проблема есть не в самой работе, а в том, что очень быстро расходятся талоны. То есть сам сайт… Что такое талоны? Талоны распределены, имеется в виду время. То есть к вам приходит сообщение на мобильный телефон, на когда вы записаны. То есть это и физический талон? Физический талон можно получить в миграционной службе, если у вас нет интернета, либо работа с ним вызывает у вас какие-то трудности. То есть если зарегистрироваться в 23.45 на сайте DMS.gov.ua, непосредственно в разделе «Зайти в миграционную службу Одессы» по городу, то есть у нас подключены подразделения «Все городские» и «Главное управление Измаил» и «Черноморск», то в 24.00, ровно, 0.00 часов обновления, добавляются новые окна приема времени. То есть каждые 10 минут в каждом подразделении расписаны, что новый человек заходит. Соответственно, можно записаться, например, на 9.10, на 9.20, на 9.30, на 9.40. Так вот, вот эти вот талоны, так скажем, окошки времени, разбираются в течение 15 минут через 30 максимум. То есть те люди, которые проснулись утром, зашли на сайт, конечно, у них будет проблема с работой сервиса, потому что уже все разобрано. То есть надо встать в 6 утра, чтобы успеть получить виртуальный талон? 24.45 это сделать. То есть в 24.45 и ровно в 0.00 вы тогда талон получите. А нет ли здесь, скажите, вот такой интересной составляющей, как раньше, да и сейчас, насколько я знаю, только немножко по-другому работает схема, выкупки железнодорожных билетов? Нереально, потому что, смотрите, невозможно. Мы не примем человека, который не он зарегистрировался. То есть регистрируясь, вы вводите как мобильный свой телефон, так и номер гражданского паспорта. Если она не совпадает, то есть да, вы, безусловно, можете договориться с человеком за какие-то услуги и дать ваши данные, свой паспорт, и который не будет спать ночью для вас и вас регистрирует. Может, у него будет приоритетный доступ? Вы знаете, технически с нашими внешними хакерствами, я понимаю, о чем вы говорите, с нашими уровнями хакерствами я ничего не исключу. Но то, что этот чек будет записывать конкретных людей, а не 20 его новых, и завтра торговать талонами, это точно нет. Насколько сегодня большой ажиотаж, сколько в день приходит людей для оформления заявки на получение биометического паспорта? По Дельской области в день где-то в районе 1400-1700 человек. Справляется ли миграционная служба с таким потоком? Да, справляемся с таким потоком. Тем более ДП-документ сейчас открыл новое, с увеличенным количеством окон приема, сервисный центр, и, соответственно, они принимают до 300 человек тоже в день. В принципе, наплыв, безусловно, не уменьшается, особенно сейчас под новогодние праздники. Раньше была система, когда еще в далекие времена я получала загранпаспорт, очередь люди приходили, живую очередь занимали в 6 утра, составляли некие списки. Есть ли сейчас такое? Списки люди между собой ведут, потому что есть очередь среди тех, из тех, кто не пришел, записавшись по электронной очереди. Такое тоже у нас встречается. То есть есть и живая очередь, и запись? То есть в живую очередь человек может каждый день прийти, вернее, каждый день работает, и взять в 9 утра при открытии подразделения миграционной службы талоны сегодня на сегодня. Что означает этот талон? То есть вы зайдете первым, как только не придет кто-то с электронной очереди, либо если в электронной очереди кто-то справится быстрее. С учетом того, что мы, в отличие от других областей, поставили разницу времени не 15-20 минут, а 10, чтобы максимально дать количество талонов, то, как правило, это именно если кто-то не придет. Какова сейчас стоимость оформления паспорта? 536 гривен – это стоимость паспорта в обычном режиме, и 810 в ускоренном. Дети – стоимость такая же, но я бы хотела отдельно отметить, что мэрия одесская, одна из немногих по Украине, пошла на то, что приняли льготы для многих граждан, то есть для многодетных, для воинов АТО. Есть достаточно широкие категории граждан, расписанные на сайте непосредственно Одесского городского совета, воспользовавшись такой льготой, принеся подтверждающий документ, и там, собственно говоря, подробно расписано, какой документ, то есть удостоверение многодетных, например, то есть с указанными сроками непосредственно действия, то есть никсерокопии. Люди оформляют при очень значительной льготе. То есть, по сути, оформляют… В три раза меньше от стоимости обычной паспорта, к примеру, то есть отплачивается исключительно стоимость бланка. То есть стоимость оформления паспорта делится на две части составляющие. Стоимость бланка непосредственного самобода порядка 170 гривен и непосредственно административный сбор сам, который идет в местный бюджет. Так вот, именно Горсовет дал льготу и граждане, зарегистрированные в городе Одессе, только ею могут воспользоваться, потому что если загранпаспорт можно оформить независимо от места регистрации или его наличия вообще, то регистрация как таковой, то непосредственно льготчики и только жители города Одесса. Хорошо. Проблема в том, что не справляются с производством. Вот вопрос. Будет ли или уже, может быть, вы знаете, какие-то изменения на самом полиграф в комбинате Украина? Есть ли оборудование? И как еще раз, знаете, четко обозначим сроки. Когда спадет эта волна, когда начнут справляться с объемами? Оборудование закупается сейчас. В декабре месяц оно будет устанавливаться, тестироваться и в январе-феврале оно уже начнет полноценно работать и разбирать ту огромную очередь, которая в геометрической прогрессии формируется каждый день. То есть каждый день эта очередь увеличивается, потому что как 10 тысяч могли принять день, так и принимают. Но вот эти 15 тысяч, которые, скажем так, стоят в очереди, они добавляются к тому количеству очереди, которое есть на сегодняшний день. Если проблема с оборудованием на полиграф в комбинат Украина, каким образом сегодня существуют люди, которые помогают оформить заграничный паспорт и за полтора месяца делают его? Ну, за полтора месяца его делает иммиграционная служба. Человек становится в очередь при этом. Просто есть некий посредник, которому даются документы, даются деньги, максимум полтора месяца и паспорт готов. Вы знаете, стоит это, скажем вам, сразу 1800 гривен. С такой ситуацией боремся. Непосредственно сейчас в ДП документе были кадровые изменения, связанные с такими моментами. Непосредственно в иммиграционной службе мы отслеживаем, что у нас происходит. Но на сегодняшний день четко в конце дня сверяют и непосредственно контролирующие нас органы то количество людей, которые записаны, и кто поименно принят. То есть у нас во всех городских подразделениях работает электронная очередь. Возможно, люди продают свой талон, который они отстояли очередь. А как же это возможно? Подожди, он же оформляется, он же индивидуален. Я даже не знакома, и за три недели сделали паспорт. Мы отслеживали, какие ситуации. Я же задал вопрос с самого начала. Вот есть объявление в интернете. Человек обращается и сообщает свой номер, серию паспорта. И, соответственно, заказ поступил. И вот такой посредник идет в миграционную службу, выстаивает очередь для получения этого талона и записывает человека. То есть непосредственно именно незаконно это услуга все-таки является мэнией, правоохранительные органы сообщали, что такие ситуации есть. Но о результатах таких расследований нам пока не сообщали. Но такое, да, действительно, это возможно. У меня есть конкретный пример, когда людям сделали паспорт за три недели. Есть ситуации, в которые человек может, скажем так, ускорить получение своего паспорта, с чем они связаны. Какое-то обстоятельство. Обстоятельство документально подтверждающее. Не было такого. Вы знаете, вполне возможно, где-то какие-то справки они могли оформлять делать. То есть уже сам посредник делает. Вот не скажу, что, но у нас по срокам абсолютно все паспорта. Либо это лечение за границей обследования, либо операции. Ну, сметь родственника ты не сфабрикуешь за границей. Либо, конечно, у нас есть ситуация, когда детки вот ехали в сборную отстаивать честь Украины за рубежом и заняли призовые места. То есть, да, действительно, они в другие сроки получали эти паспорта. Вполне возможно, что в этой ситуации какие-то справки о лечении все-таки были надуманы. Алина, статистика, которую лично я хочу узнать. Мы, к сожалению, должны, наверное, заканчивать наш разговор. Мало времени. Но, наверное, как начальникам миграционной службы детской области у вас есть данные, сколько людей выехало и не вернулось? Вы знаете, на сегодняшний день итоги подвести крайне сложно. Почему? Срок, на который можно выехать, 90 дней. Безвиз у нас открылся в июне. Соответственно, 90 дней наступали в сентябре. Но есть момент следующий. Например, те страны, которые в свое время пострадали от трудовой миграции, то есть, например, поляки... Незаконной, может быть, да? Законной. Поляки выезжали, например, работать в Великобританию, в Германию, в Данию. То есть у них образовалось 2 миллиона вакансий в среднем, как правило, связанных в сельском хозяйстве, в строительной сфере, то есть в простых рабочих сферах. Соответственно, идут на то, что человек, въезжая по 90 дня, имеет право... Получает рабочую визу. Да, не выезжая. То есть можно сказать так, чтобы было понятнее, не рабочую визу, а рабочий вид на жительство. То есть если за эти 90 дней ты там трудоустроился официально, тебе не надо выезжать, оформлять рабочую визу и оставаться. То есть количество людей, которые не вернулись, они нам не сообщают, на каких основаниях они там остались. Поэтому предположить о том, что они остались законно, вопрос больше ближе к пограничной службе, чем к миграционной. По статистике, сколько выехал у нас и не вернулось, есть в процентном отношении от 100% выехавших 90 дней? Вы знаете, то, что в Украине наблюдается трудовая миграция в Польшу в большом процентном соотношении, то да. Я уверена, что... Она была до без визы. Но сейчас она выросла в разы. Я имел в виду, что те, кто получили эти паспорта, вот какая статистика меня интересует. Вы знаете, такую статистику пока подводить рано. Я думаю, что ее можно будет подвести, когда без визы исполнится минимум полгода. То есть это декабрь месяц под Новый год. То есть когда будут подведены итоги и на международном уровне сообщено, какое количество граждан узаконили. Потому что я уверена, что и Евросоюз будет заинтересован в подведении итогов. Чем все-таки оборачивается, насколько заняты послушные граждане Украины, которым открыли без виз. Потому что выж... Не секрет ни для кого, что это была ситуация без виза для Украины сложная, спорная, в которой возникало много кривотолков, чем это обернется и как это будет. Поэтому подведение итогов, я думаю, что оно будет первое, вот не раньше, чем через полгода, после открытия без виза для Украины. Ну тогда об этом подробнее и поговорим. Алена, благодарим вас за то, что пришли сегодня к нам. Алена Погребняк, начальник миграционной службы в Одесской области, была нашим гостем. Прервемся на несколько минут, после продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова